Слова Церкви Не могу жить без сладкого, не могу удержаться, чтобы не съесть торт, конфету или сдобную булку. Как обуздать свой аппетит и настроиться на духовную пищу? Ирина, прежде всего нужно вспомнить о том, что такое Великий пост. И вообще, что такое пост сам по себе? Как известно, из Священного Писания, из Творения Святых Отцов, пост был установлен еще в раю. Потому что когда Бог запретил первым людям вкушать от древа познание добра и зла, это был, собственно, первый пост. В этом смысле умение ограничивать себя в тех или иных желаниях, предпочтениях, особенно таких, которые не несут пользы для души, безусловно, является постом. Вот для вас, в данном случае, может быть, действительно настоящим постом будет являться не ограничение мясо-молочной продукции, которая, ну, по канонам является коробной. То есть не вкушается в пост. А в первую очередь, может быть, именно ограничение в сладком. Потому что смысл поста заключается в том, чтобы суметь отказать себе именно в том, что больше всего влечет к себе. Что больше всего затягивает и без чего жить невозможно. Как вы, собственно, и сказали в своем вопросе. Так просто от многих привычных для нас вещей отказаться невозможно. Здесь нужна, несомненно, помощь и сила Божия, то есть божественная благодать. Весь смысл поста сводится к тому, чтобы эту благодать Божию стяжать. Как говорил Серафим Саровский, цель христианской жизни. Есть стяжание Духа Святаго. А пост, молитва и милостная суть средств. Поэтому постарайтесь укрепить и усилить вашу молитву. Постарайтесь гораздо чаще, чем обычно вы это делали, причащаться в храме. Регулярно посещать не только воскресные, но и постные богослужения. То есть, простите, будничные богослужения. Потому что, когда вы приходите в храм в выходной день, вы не сможете ощутить великого поста. Потому что богослужения по выходным дням совершенно меняют ритм, тональность и настроение. Они практически приближены к обычным праздничным. А вот если вы придете в храм в будний день, то во всей полноте почувствуете всю тональность великопостного богослужения, всю ее внутреннюю глубину и погружение в это чувство покаяния. А если вы усилите свою молитву, то с помощью Божьей, несомненно, сможете отказать себе в том, в чем сейчас не можете отказать. То есть, именно в вкушении сладкого и вообще всего того, в чем пока не можете себя ограничить. Поэтому, стоять не рекомендую поставить целью поста ограничения именно в тех вещах, без которых вы не можете долго жить. Потому что именно с помощью ограничения принятия этих вещей, то есть, вы скажете, в сладком, может быть, в чем-то еще, может быть, в просмотре каких-то фильмов, вы сможете достигнуть тех духовных вершин, которые нам так необходимы, как именно реальная и осознанная цель великого поста. Также хочу вам напомнить о том, что даже сам пост телесный, физический, он не определяется для всех одинаково строго уставом церкви, то есть, типиконом. Устав церковный написан, в первую очередь, для монахов. И в нашей русской православной церкви нет специального устава приходского, то есть, устава для мирян. Поэтому мы с определенной долей условности или каких-то издержек приспосабливаем к себе устав церковный. То есть, понятно, что во всей строгости мы его не можем исполнить. Это понятно само по себе, если внимательно вникнуть и прочитать текст устава, где выдвигаются очень строгие, чрезвычайно строгие требования, которые, можно сказать, не под силу современному человеку. Но стремиться к этому нужно. Это как некая цель, как некий идеал, на который нужно равняться. А можно ли употреблять спиртные напитки во время поста? Ходить на примерные показы и кинокомедии, слушать музыку. Григорий Чернышев, Канышевский район. Григорий, хочу задать вам встречный вопрос, если позволите. Хотя понимаю, что у вас нет возможности на него ответить. Как вы думаете, насколько органично совмещается просмотр кинокомедии с покаянным чувством, которого мы так ищем во время Великого поста? Мне кажется, что и вам кажется. Ответ прост. Конечно, эта вещь несовместимой. По тому, как несовместимы свет и тьма, и как несовместимы одновременно веселье и чувство горя или грусти. Есть как бы в этом мире несовместимые вещи. Как бы мы их ни пытались совместить, придется выбирать. Или в пользу одного или другого. Если вы хотите поститься, тогда от всего перечисленного вами нужно отказаться. Потому что спиртное расслабляет. А пост настраивает на духовное сосредоточение, на духовную брань, на борьбу своими страстями. Кинокомедия тоже расслабляет и отнимает у человека чувство какой-то внутренней трезвенности. А пост к этому призывает. Ну и, собственно говоря, вообще все виды духовного, душевного, интересного расслабления, они противопоказаны в пост. Почему даже, собственно, ограничивающиеся отношения между супругами. Хотя уставом это напрямую не прописано, потому что устав написан для монаха. Но, тем не менее, это, само собой разумеется, из смысла поста. Вообще, в последнее время очень много людей, желающих вообще попытаться совместить с пост чем угодно. Из поста пытаются сделать хорошую, полезную для организма диету. Пытаются сделать какое-то вот такое культурное начинание. Пытаются совмещать его с вещами несовместимыми. Все это, конечно, есть определенное искушение. Потому что, на самом деле, пост – вещь очень серьезная. И подходить к нему нужно весьма серьезно. И случайно церковь целых три недели готовит своих верующих к встрече с Великим постом. И эти, так называемые, подготовительные недели называются по-разному. Одна неделя называется «О мыторе фрисе», и другая – «О блудном сыне», третья – «О страшном суде». Потому что эти евангельские истории как бы нас настраивают на достойную и такую честную встречу с тем очень самым сложным подвигом, который нам нужно понести. Нам напоминают о том, какой должна быть настоящая молитва. Она должна быть молитвой не фрисея, а мытаря. То есть молитвой человека грешного, но смиренного. Нам напоминают о том, что человек тяжко согрешил и ушел от Бога, как блудный сын от своего отца, и нужно вернуться в отчий дом. Нам напоминают о том, что грядет страшный суд, и никто не избежит участи. Одинаковые для всех. Пристать на этот суд и дать ответ за свои дела. И последний воскресный день перед Великим постом имеет два названия. Одно строго церковное, другое, ну, более такое, народно-традиционное. Строго церковное написано в уставе, называется «Неделя Адамова изгнания». То есть в этот день мы вспоминаем, как Адам был изгнан из рая. Это напоминание нам о том, что мы не должны подражать Адаму в его плохих, злых делах. А наоборот, должны стремиться попасть снова в тот рай, откуда Адам был изгнан. А если мы стремимся попасть в рай, то не должны поступать подобно Адаму, нарушившему заповедь Божию в раю. Пост говорит об ограничениях. Это главная заповедь поста. И не вдаваясь в конкретику, можно сказать о том, что каждый человек для себя определяет меру этого поста, то есть применяет к себе церковный устав с точки зрения, ну, своего духовного и телесного состояния, с точки зрения своих возможностей, и как бы пытаясь найти оптимальный баланс между тем, чтобы, ну, как бы не запаститься до смерти, ну, и не расслабиться так, чтобы совсем потерять чувство поста. Вот эту меру для себя должен определить каждый сам. Но, естественно, согласовывая вот свою меру поста с церковным уставом, давайте помнить о том, что главная цель поста – это все-таки спасение души. Как выстраивать супружеские отношения во время Великого поста? Лариса Альева, поселок Жуково, Курский район. Лариса, церковный устав не регламентирует отношения между супругами во время Великого поста, потому что церковный устав изначально, ну, в данном случае наш устав, наш устав, он уходит корнями в так называемый устав Савва Освященного, то есть монастыря в Палестине, первым настоятельным которого был преподобный Савва Освященный. Этот устав, еще раз повторяю, написан для монахов, поэтому в нем, безусловно, несомненно, отсутствуют всякие указания на супружеские отношения и регулирование этих отношений во время Великого поста. Но есть указания в Священном Писании, в первом послании апостола Павла Коринфина, в седьмой главе, относительно этих отношений. Апостол Павел говорит такие слова, вот ими начинается седьмая глава послания Коринфинам. «В избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. И не уклоняйтесь друг от друга во время поста, лишь только по взаимному согласию. Ибо жена не принадлежит себе, но мужу, и муж не принадлежит себе, но жене. И не уклоняйтесь друг от друга, но лишь только по взаимному согласию на время поста». Вот из этих слов прямо следует, что пост, и в данном случае пост в супружеских отношениях, безусловно, должен быть обоюдным. Потому что апостол прямо говорит, жена не властна над своим телом, но муж. И муж не властен над своим телом, но жена. Потому что муж и жена, собственно, представляют из себя одно целое. В этом смысле, если кто-то из супругов, может быть, в силу своей невоцерковленности и нежелание, может быть, поститься, прямо говоря, не имеет желания поддержать в своем начинании жену, или наоборот, мужа, то один из супругов должен идти навстречу. Потому что, к сожалению, и как это мы знаем из опыта работы с людьми, из опыта и исповеди людей, которые к нам приходят, очень часто много семей оказываются на грани развала, оказываются в состоянии очень серьезных конфликтов, именно по причине того, что кто-то из супругов, вознамерившись взять на себя вот такой, казалось бы, спасительный, добрый подвиг поста, вместе с тем забывает о том, что он имеет определенные обязанности, обязательства по отношению к другому супругу или супруге. Именно поэтому в посланиях святого апостола Павла прямо говорится о том, как нужно поститься супругам. Конечно же, в идеале, и, безусловно, я должен об этом сказать как священник, должны поститься оба супруга и не отвлекать друг друга всевозможными вот такими, как бы, я бы сказал, в кавычках провокациями, да, супружескими отношениями, потому что супружеские отношения, собственно, тоже расслабляют человека, а пост – это такое время, когда принято не расслабляться, а наоборот сосредотачиваться и напрягаться, напрягать свою душу и тело, то есть трудиться и меньше времени уделять всему плацкому, больше думать о душе. Но если кто-то из супругов, и так часто весьма бывает в нашей жизни, совершенно не принимает пост и не рассматривает в качестве уважительной причины для отказа в супружеских отношениях, нужно идти навстречу. К сожалению, очень часто мы, священники, слышим на исповеди, особенно почему-то от женщин, вот такие, даже я бы сказал, весьма дерзкие речи о том, что вот, я пощусь, а вот супруг от меня что-то требует, а я вот считаю, что вот я должна поститься, это неправильно. Есть, знаете, очень плохой анекдот. Его рассказал один очень известный священник, когда супруг долго требовал расположения, супруга отказывала, потом в один прекрасный день он пришел и сказал, ну, теперь можешь поститься сколько хочешь. Я думаю, вы понимаете, о чем идет разговор, о рабочем печальных вещах. Вот чтобы такого не было, давайте на время забудем о том, что только мы постимся и только нам что-то нужно, то есть в какой степени забудем о своем природном эгоизме, который есть и присущ всем нам. Нужно помнить о том, что...